не слав это хуйня давай наверное лучше оставим блять келя на завтра пизду в минус 3 блять уже люди уставшие на хуже не соображают что делать 9 до блять гандира завтра не будет а а а и а а а и и и в у и а и и в и и Блин, ну я не знаю Давайте, да, это Олимпасу, Олимпасу кинь, гильду Да, вкусно, сегодня все, не знаю, постарайтесь Завтра там, что-то, блядь, подшаманить с собой Что-то поделать, потому что, ну это не ДПС тоже У нас, блядь, в топ-5 сидит, грубо говоря Практически, вот если обратить внимание Открыть топ-5, топ-6 даже открыть Три человека, это мой стать Давайте, до завтра 1дд есть, фьюдж, ты свободен сейчас? Не, я сейчас магазин пойду Это... Блядь, есть один свободный ДД Две обычки зайти, блядь, чисто до предков Пойдем Блядь, вы такие интересные, конечно Я в ахуе Вам что, никому Тринька не нужна? Куда вы все ушли? Да, видимо, все ушли Те, кому не нужна Тринька А, это... Блядь, 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 блядь Блядь, 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 блядь Тобе хант, тд подойдет Чё? ДД хант Подойдет, а это кто? А, мозг? нет мозга я могу перезайти если просто двеньки летают да хочешь хочешь народе мне там просто нужен поддамаживающий кто-нибудь потому что я пытался зайти туда соло ну блять мог бы в коконы кидают и я стою драчу кем тебе удобно тем погнали там по сути в этот вожжел своим ходом до предка и потом крепостью дверь своим ходом до предка всё слов о чем там поговорить хотел-то секунду я портанусь отсюда ёмадо все шаки ты я те сейчас сейчас эти два камня отправку чтобы не искать не бегать или там сколько ты бы у нас по два камня по одному по одному забейте без чудо добро ну рассказываю чё там все мои товары уникальны время бесценны фала да да погоди сейчас я это отправлю камень шаки добрал в рту вставил с подвешно как окна своим ходом идем да да мы с капусткой подлетаем туда сейчас засмолим все закинул шикит на путь да просто ластов не хочу убивать там чисто быстро за этим запретком и все как он ты какой теперь жены им хуй шаус делать да чё оставляешь шаки ты нормальный аус а шамана делай или паладина что-то василиса вообще была анакондой на x1 а теперь оп и капустка кем она была анакондой да это конечно жестко анакондой хоп такая капустка то есть что-то хищное такое и хоп вегетарианское что-то не говори да 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 топ холипал x1 ты чё вын зашла внутри ну вот ты спрыгни прям возле ухода в инст вожу камешку да 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 было тело весело было веселые времена пришел сон дим нет сейчас тут мобы напали бля нападу на ехерова отправляет нет мозга но я примечаю он не увидел ну ну рассказывал Давай, Саша, спокойно, до завтра. Саша, спокойно, до завтра. Давай, начинаем. Саша, спокойно, до завтра. Саша, спокойно, до завтра. Саша, спокойно, до завтра. Саша, спокойно, до завтра. Да. Саша, спокойно, до завтра. Саша, спокойно, до завтра. Саша, спокойно, до завтра. Я его знаю на X3 довольно-таки долго. Я с ним поговорю. Просто либо человек будет ходить, либо значит, он не будет ходить. Вариантов у него немного нет. Ну, я там был Пробегайте, пробегайте А, убить хотите? Ну ладно, давайте убьем Ну, рассказывай Я могу объяснить, ты скажешь Ты скажешь, я могу объяснить Сейчас, секунду Ребят, рыпать И полетели крепость Да, да Субтитры сделал DimaTorzok 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 Перехватил DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok вот и вот сегодня мы рассмотрим сейчас извинили это как мы с панацеей пойдем то есть люди хотят с ним ходить крайне негатива его сторону других пока не слышал поэтому надо надо это как-то решить наверное я не вижу там какую-то проблему и тупика просто что-то борщиноли в обуви ничего ты не видишь ну люди там на личности не переходили я имею ввиду слова и панацеей не ругались просто но панацеей неправильно среагировал на указание и общее правило слава и здесь я слава понимаю в этом плане с другой стороны но кика сразу не поговорив непонятно ну давайте посмотрим здраво на ситуацию извини щас может перебью может что не завершу мысль не скажу свое мнение рассказал какие-то видео что находил смотри мое мнение какое изначально рау кто шумский на панацея в итоге говорит это мой рейд я его релью и мне принимать решение как я буду роли ну я так понимаю это так звучало до но это я слышал а сегодня а сегодня наоборот а сегодня наоборот ну как ты извини слав как ты верно заметил панацея те сам сказал что это не двадцать пятки он особо не водил вот и ну возможно здесь у него какое-то есть непонимание либо какие-то свои там внутренние вот проблемы связаны с этим с пониманием именно этого вопроса поэтому нужно было с ним обсудить а так как не было на это время и все так хаотично складывается там олег потом панацея и релик то просто нужно договориться с ними на самом деле они вместе прекрасно были и религи до берега со временем вот моим то что олег более мягкий человек у него могут быть свои обязанности и функции вдвоем легче и релик нации более жесткие прямой поэтому здесь вот как раз насчет фласы к всего остального было прекрасно если он это все делал некоторых людей нахер посылал с рейда потому что ну действительно те кто готовится они приходят это все видят и следующий раз ну или так через раз или через два и через пять сами понимаете накопится их просто ну по-человечески заебет а не значит он завершит а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он мыслит, как РЛ Пугов. Грубо говоря. Все, что он делает, все его действия. Это вождение Пугов. Я честно вам сразу скажу. Все, кто здесь сидят. Вы заранее знаете. Я не РЛ Пугов. Я всегда был в гильдиях. Всегда в плохой, в хорошей, в топовой. И всегда я ориентировался на гильдию. Вот есть в гильдии. И да, мы добираем иногда. То есть бывает, что кто-то вот хочет ходить в рейд какой-то, какой-то не хочет. Десять человек хотят, они мне плюсуют в гильдии. Мы добираем пугов, идем проносим. Такое я еще делал. Но не то, что вот пугов собирать, всех там осматривать. Ну, как бы можно это все, но глянь. Он просто взял и подумал, что вот это по роллу, ЕП, нахуй людям ЕП. Когда люди играют в гильдии, они по системе ЕП, они знают, что ЕП получают, вклады эти делают. Слава, извини, ты опять меня не понял. Ты все правильно говоришь, но я могу предположить, я это по нацеле недолго знаю, наверное, так же, как и ты, что просто этот разговор, вот третий раз, скажи так уж прямо, что он был не вовремя, понимаешь? Это, само собой, не вовремя, потому что... Ты все правильно делал, но он, так как не водил, он, возможно, переживал, еще что-то, был напряжен. То есть, ну, поэтому я так среагировал. Вот, не потому, чтобы тебя там оскорбить. Ну, подожди, давай вернемся немножечко к другому. По поводу самого этого человека, как бы, этот человек сам по себе, он очень вспыльчивый, он токсичный, он не следит за своими словами. Да, да. Вот, элементарно, он договаривался с Августом, что он с ним пойдет в субботу в десятку. Вот, и тебе рассказывай ситуацию, как... Я знаю. Ну, по-моему, ты был в чате тогда, да. Ну, расскажу остальным, то есть, что произошло, как бы, в смысле дозы. Да, вот, они просто послали Августа, в итоге обозвали его там долбоебом и так далее. Но, по-моему, это не поведение РЭЛа. То есть, вот сразу это позиционирование, тут я, в принципе, слава и немножко согласен, в том плане, что... Нет, там токсичность шла не только от дозы, как бы. Доза, в итоге, зашел ко мне в ДИС и с нами сидел, молча, спокойно мы сидели, рассудительно разговаривали. Он сказал, что сорян, там, это я погорячился. Это были слова дозы, это есть даже, в принципе, на записи видео, которое, ну, у нас постоянно мы в статике, у нас этот ретрик наш, он снимает. Вот, то есть, он записывает видосы, и у нас, собственно, это все в нашей группе выложено в ВК. Да, то есть, и в итоге, как бы, а панацея просто обсирает человека. В итоге, на что я ему говорю, зайди в ДИС, мы с тобой поговорим. Мне нечего с тобой, типа, не о чем с тобой разговаривать, пишет. Меня это просто выбесило, понимаешь, что... Ну, я человек правильный. Я человек, как бы, правильный. То есть, если, ну, если меня бы так кто-то подвел, там, допустим, вот, изначально я даже в пример привел. У меня их, они считают, что, вот, панацея считал, что его подвели, учитывая, что человек ему сообщил за два дня. То есть, он в четверг в итоге пошел со мной. С ними он до этого не ходил. Я приходил... Извини, пожалуйста, там нет с ними... Да, там, по факту, состава не было еще даже. Он просто пытался набрать людей каких-то, непонятно. То есть, он что-то пытался сделать, окей. Да нет, ну, ты не понял. Я просто рассуждаю о ситуации. То есть, он хотел собрать какую-то статью. Так можно до любого докопаться. Да, то есть, понимаешь, и в итоге, что получается, я привел пример. То есть, у меня на данный момент, у меня был полностью статик укомплектованный, 10 человек. Все ребята со мной были на X3. Кто-то со мной еще с X1, с этого, с Sirrus. Эти ребята пришли со мной, они в моем статике, все, не вопрос. Но у меня проблема была в том, что вот Мак и Холипал у меня ушли. Ушли они, играет на X2 вдвоем. Ну, я не против, как бы ушли. А, да. Чего, он уже здесь. Я думал, он дальше. Ну, ладно. Этот, Влад, Влад, Шакит где-то может зайти? Нет, Шакит сейчас вряд ли зайдет. Завтра только есть. Ключ хочет передать Мак в IQ. Ну, завтра только. А что, если он кому-то с вас передаст, а персонаж оффнится? Так может быть? Хотя, не знаю, кто это. Раз, два, три. А этот, как вариант, как вариант, как вариант, дай подумать. Дай подумать. А, ну сейчас. Зая, ты завтра планируешь до девяти вечера на присте быть? Пусть он тогда на капустку передаст. А она завтра даст Шакиту. Тебе сейчас передадут ключ этот. Ну, Салферон. Факью. Все, я ему черканул. Мак. Факью. Который с нами был сейчас. Ладно, в общем, продолжим. То есть, а у меня фишка в том, что вот Мак ушел. Ну, допустим, я брал то у Кадырова, то... Да, играть в Вову с женой, да, это зашибись. Подтверждаю. Так вот. И у меня должен был быть мой Мак. Его в итоге он мне вечером сообщил, что его не будет. Я, чтобы не откладывать весь рейд, ну, спросил как бы в гильдии. Посмотрел, кто в гильдии из Маков есть. Написал в ПМ. Если бы никто не согласился, если бы мне Август тот же написал, что, сорян, там, и у меня есть свой статик, я буду с ним ходить, и так далее, и тому подобное, и я бы его, понятное дело, я бы не взял. Он дал обещание, там, что, да, по факту он дал, типа, обещание, что он там вроде как в субботу будет. Ну, извини, Август немножко лукавил. Но по факту в итоге у него появилась возможность пойти со мной. Он в итоге взял и пошел со мной. Ну, в этом ничего такого. В итоге его оскорбляют на ровном месте, хотя он ничего не писал такого. Его оскорбляют, и меня это вывело. Потому что, блядь, ну, реально, я, скажем так, справедливый человек. То есть, просто так я кого-то не оскорблю. В то же время, если кого-то, блядь, при мне оскорбляют по непонятным мне причинам, то я за это буду очень сильно делать голову этому человеку. И просто так он потом от этого не отвяжется. Все правильно, но насчет того, что Август предупредил, это, по-моему, немножко неправда. Вот. И Август заходил, и на него, ну, как бы рассчитывали. По факту, лично, так как я, еще там непонятно, будет ли статик, статик этот не будет. Мне по факту, скажем так. Я статик найду. Но Август подписался на это и просто не предупредил. То, что неправильно среагировал и неправильно себя вел Панацея, и как он общался, я видел, это неправильно. Нет, смотри, здесь... Ничего Август такого не делал, чтобы такие слова в свой адрес вообще читать. Это, ну, это факт. Тут как бы не поспоришь. Вот. Но насчет предупреждения, ну, как бы не было этого. Вот ты сказал, за два дня тот кого-то предупредил, это неправда. Смотри, здесь еще вот в чем заглазка. То есть одно дело, когда, да, собирается гильд статик, и он уже обговаривается, и уже договаривается, и так далее. Я уже не один раз собирал статики на x1. Вот. И Василиса мне не даст соврать. Я вводил на x1.2 статик две десятки и одну двадцать пятку еще. И не было никаких проблем никогда. То есть, да, поначалу я отбирал людей. Я отбирал их там ни по ДПСу, ни еще по каким-то критериям. Я их отбирал просто по общению. То есть, я вижу, да, человек толковый. Да, он херово одет. Когда мы закрывали кору-гер, у меня уже все там были 250-е, я взял нам в статик РШАМу 220-го. Мы его за... А вон, в фейке он оффнулся что-то. Он мне написал в дисе, что сам решил отдать. Он оффнется, типа. А, он сам отдастся, все, забей. Вот. И я просто там за 2кд этого пацана одел до 250-го, и он пошел с нами закрывать кору-гер. То есть, ну, блядь, понимаешь, одно дело, когда ты действительно, ты серьезно настроен на сбор статика. А если ты серьезно настроен на сбор статика, то что тебе мешает поставить РТ в первый же день после сброса? Если ты уже со всеми договорился, ты знаешь, что у тебя там есть этот, этот, маг, грубо говоря, хант у тебя есть и так далее. У нас не было танка. Он искал танка. И тут вопрос даже не в этом. Ну, хорошо, нет танка. Ну, так, вот, опять-таки, смотри. Он их послушал. Он не назначил, а как бы он обсуждал. Смотри. Ладно, говори. Вот. И смысл в том, что я ни в коем случае не оправдываю ни его, ни каких-либо других людей, которые ругаются матом, или как-то там грубят, хамят. То, что люди заходят сюда отдыхать, ну, и не хотят получать негатив, то, что в реальной жизни, я думаю, у каждого слихой хватает. Но смысл, смысл тут даже, я не знаю, с чем мы эту ситуацию объясняем. То, что он грубый и прямой, это факт. Вот. И я для чего вообще сейчас? Я не за него впрягаюсь, не за Славу. Ну, сейчас, по ищу, я попытаюсь перезайти в ДИС, я тебя очень плохо слышу. Подожди, попробуй перезайти. Не-не-не, это мой микрофон. Сейчас лучше? Да, да, вот так идеально. Смотри, смысл в том, что я бы хотел предложить вам, так как вы, в общем, составляете общий совет, как я понимаю, гильдии, там, как-то влияйте на развитие и все остальное, вот, чтобы попробовал Олег и Панацея вместе водить. Именно вот вместе. Никто там, там как сложится уже, конечно, кто-то может и одеяло будет тянуть, но это нужно увидеть, чтобы по факту понять. Потому что у людей получается это делать. Я тоже был во многих, как бы, гильдиях, и свои там, и не свои, и все такое. Но я не берусь за это только по одной причине, потому что я заебу людей, и, как бы, ну, это нехорошо. Потому что я понимаю, что они сюда отдыхать заходят, а не слушать меня. Вот. И жопа иногда подгорает. Поэтому я не лезу вот в эти все процессы, готов там помогать, голды накидать, там, не знаю, фласы купить, рыбы наделать, еще что-то. Не вопрос, обращайтесь. Но вот чисто с моей точки зрения, люди прекрасно могут водить 25-ку вместе. С ним просто нужно поговорить. Я думаю, он прекрасно сам понимает и показать именно то, как ты вот описал ситуацию с Августом, что вот он поругался-поругался, а потом понял, что ну, он борщинул конкретно и писал нехорошие слова на человека, и что сейчас с него спросят в ДИСе. А так как он резкий, он, видимо, в этот момент не очень был готов и не сразу зашел. Потом, ты же сам говоришь, он зашел, вроде жопа не горела, не кричали, не ругались, нормально поговорили. Правильно? Я не присутствовал. Нет, это Доза к нам зашел, не Панацея. Панацея так не зашел к вам? Нет. Ну, печально. Ладно. Зашел, только Доза. Есть еще что-то сказать, Влад? Есть что сказать? Я сейчас скажу. Ну, по поводу Шумского и Панацеи, ну, смотри, на данный момент, во-первых, это уже нереализуемо, по той причине, что, как я понял, Панацея создал свою гильдию и пытается собрать людей. Теперь, по поводу того, что нужен Шумскому какой-то помощник, не факт. Нет, нет, извини, я говорил не про это, я сказал, что я увидел, что люди помогают друг другу и вроде бы между собой нормально общаются. Вот. Если уходит Панацея, то я не знаю, нужен он ему, нет, это нужно спрашивать. Я имею в виду, просто смотри, Шумскому сейчас ему на просто время, он не водил 25-ки до этого, ему надо немножко освоиться. То есть, на данный момент у него еще есть какая-то боязнь, у него есть неуверенность в себе, неуверенность в своих словах. Вот это его проблема на данный момент. Эту проблему надо решать, а решается она одним способом. Это опыт. Все. Больше ты ее ничем не решишь. То есть, ему надо на данный момент собирать. Да, будут ошибки, никто, блин, не отрицает этого. Будут ошибки, будут проблемы, будет какой-то геморг. Ну, блин, с этим всем надо просто смириться, как бы, работать и работать и работать. И плюс, да, вот, был там панацея, ну, а что мешает кому-то другому тоже, допустим, взять и, скажем так, дополнить его. Дополнить это ничего сложного в этом не является. То есть, это может сделать абсолютно любой человек, у которого есть понимание тактик, который, в принципе, сам там водил десятки, львовит десятки и так далее. В этом нет никакой проблемы. Ребятки, ну вот, у меня накопилось, что сказать. Понимаешь, я поправлял его по ходу действия и что панацея, что шумского. Ну, все правильно и опыт нужен ребятам. Ну, а теперь, вместо того, чтобы обсуждать вот эти вот какие-то, ну, личности, может, взгляды на какого-то того или иного человека, я стараюсь смотреть на то, что получится вообще ни с одним, ни с двумя человеком, ни с тем, что кто-то вот ливнул, ни с Варом, с тем Армсом, который в висовом шмоте. Я не стараюсь обсудить сейчас какого-то конкретно человека. Я стараюсь взглянуть на то, что будет с теми людьми, которые пошли в один и во второй рейд. И что с ними может быть на этом КД, и что с ними может быть на втором КД. Вот, если ребята захотят прийти и проносить, что тот рейд с Шумским, у него есть там свои ребята, ну, там около восьми-десяти человек. И что у Влада есть свои ребята. Есть, помимо вот этих вот, у него десять, у него десять, есть, помимо вот этих двадцати, еще есть человек, ну, я не знаю, ну, скажем, пятнадцать-двадцать точно, тех, которые тоже хотят в рейд. И это не значит, что они все хуево одеты там, они все на уровне, на высоком достаточно играют. И они составляют костяк, что того, что другого рейда. И это не значит, что нужно все бросить, или нужно было до этого КД еще одну двадцать пятку организовывать, когда я уже Шумского взял. Вот тут я скажу, я виноват во всех бедах в том, что я вот эти две двадцать пятки задумал сделать. Вот, как в итоге я смотрю на это. У Шумского в статике есть шаман, который, ну, шаман это основной хил в рейде. Если нету в рейде шамана, ну, хули это за рейд? Эрдру Дэцэ, блять, или что? Вот, у него есть шаман Кханкуль. Он может играть из-за часового пояса с восемнадцати до двадцати двух. Вот это его промежуток. В двадцать два он уже спит. Ложится спать человек, понимаете? Это я, ну, дурачок, который по ночам сидит, играет и с вами общается. Вот. А у Влада в статике есть противоположный человек. Он тоже Эршам, вот он сейчас был с нами в рейдере. Шамик. Вот он заходит, только он позже заходит. Он с двадцати одного заходит. Он только домой приходит в двадцать один. В двадцать один. Вот и задумайтесь. И как совмещать? Как делать один рейд? Один рейд можно его сделать, но при этом, при этом, я его, ну, это все легко делается. Все, вы понимаете, это, блядь, очень легко. И рейд соберется быстро, и все будет заебись. Но вы себе запомните одну такую фигню, что пойдет либо один шаман нахуй, либо другой шаман нахуй. Ну, не сказать нахуй, просто, что все, они, ну, будут без рейда, блядь, понимаешь? И что это? Ты в гильде сидишь, ждешь рейда. Ну, я за это беспокоюсь. И не только они в этом замешаны, не только вот шаманы, а помимо них еще с 15-20 людей. Поэтому я про два статика и стал. я тебе о другом хочу сказать. Идея двух статиков, да, она неплохая из-за того, что у нас есть люди с разными часовыми поясами. Да, я с тобой согласен. А здесь палка в другом, в том, что надо не только, чтобы люди приходили на РТ, но надо, чтобы люди хотя бы немножечко уделяли внимание своим персонажам, чтобы они не приходили, давая там грубо говоря два-два с половиной косаря ДПС, а приходили хоть как-то подготовленные, не на все готовые, а приходили вот допустим там с тем же там три хотя бы, три с половиной это уже проще. Это уже повышает шансы на то, что рейд более-менее без вайпов сможет закрыть спокойно двадцать пятку. То есть на данный момент у нас проблема в людях она не иссякла. Надо добирать, у нас есть критические классы, которых нету ни в одной, ни во второй двадцать пятке, это холипалов. Нормальных холипалов на данный момент я не видел. Я видел, в принципе, неплохой был дюпанатор, я видел неплохой плюнь в меня, который, все. больше я не видел здесь нормальных холипалов. Я смотрел вчера на стриме про хилл панацея, я не могу сказать, что он был лучше дюпанатора или плюнь в меня. Он был даже хуже. Я не могу сказать, что он хороший хилл, но от Эдиса я не видел в роли холипала. честно, если у не а как ты по словам понял, лучше он хуже. Ты видишь хпс его или что? Да, я вижу хпс. Не знаю, я просто тоже смотрел как-то. Потому что я не сравнивал с теми, кем ты говоришь, что я с ними не ходил. Но смотри, учитывая его шмот в панацея он практически для холипалов он практически в бисе. Практически. В нынешнем контенте. А если смотреть, то вот реально он был слабоват. Как по мне. От Эдиса я не видел. Если от Эдис там есть, вот у них холипал тогда есть, уже проще. Нам нужно найти в вторую двадцать пятку вечернюю на найти хорошего холипал. Который будет нормально хилить. Если у нас есть решение проблем в танках, а у нас их нету. Просто если у нас была бы альтернатива, что допустим у нас есть этот человек, который может танк спекнуться, этот человек. Я могу выкачать холипалу, я могу играть холипалу. Мне без разницы. Один из моих персонажей на X3 это был холипал, которым я довольно-таки плохо хилил. Но загвоздка будет заключаться тогда немножечко в другом. То, что в основном в большей степени в 25-ках я не смогу эрелить. Я не смогу постоянно отвлекаться, смотреть за всем рейдом и в то же время хилить весь рейд. Это очень тяжело, это очень напряженно на самом деле. Это можно реализовать, это можно все сделать, но я не хочу себе сейчас, после стольких лет игры, не хочу сейчас себе создавать гейморки. Потому что когда я сюда пришел, я решил четко для себя, что это мой последний проект. Как бы с 2007 года сидеть играть в эту игру, я честно устал. я начинал с про товары, а я решил про товаром я собственно и закончу. Это моя последняя лепта и после себя хотелось бы что-то оставить. Допустим какой-нибудь ФК. Чтобы потом когда-нибудь я мог бы сказать, что да, я участвовал в ФК. В принципе я и так уже до этого участвовал, но это было на офисе. но сейчас не в суть об этом. Если идти по позициям да, так, последний заезд. Вот. у меня еще музыка такая как бы лирическая продолжай. Ладно, едем дальше. Есть сейчас критические позиции у нас. У нас проблема с Холипалом, у нас проблема с ДК. То есть на данный момент у нас есть Юю от ДК. Не знаю по какой причине его сегодня не было. Я с ним завтра этот вопрос решу и узнаю. Может быть он завтра будет. Едем дальше. Нам нужен нормальный ФДК. Ну вот просто я тебе завтра если у меня будет время я проснусь я тебе накидаю список позиций которые нам реально у нас критические. Те позиции скажем так которых я хотел бы видеть в 25 потому что у нас сейчас немножко критическая ситуация но вот такие рейды вот такие 25 меня немножечко не устраивает я готов одевать людей я готов возиться я все это понимаю но одеваний и грубо говоря вагончиков должно быть в меру то есть то есть должен понимать что у меня грубо говоря 15 дд у меня нормальных которые дают хорошие дпс все но и там 3-4 у меня вагончик окей вот так идти я согласен кого-то провагонить заодно к дд приодеть постараться и так далее я не против я только за но еще раз повторюсь что этого должно быть в меру у людей надо вот активировать внутри какой-то механизм чтобы они понимали так я иду на РТ что у меня должно быть у меня должны быть чарки хотя бы я не говорю о битсовых вот если на тот же грудак брать возьми ты знаешь что ты его поменяешь возьми ты плюс 8 тыкни ко всем почему нет эта чарка абсолютно недорогая и энчантеров у нас гильдии хватает а договориться чтобы тебя чарнули блять ну это вот так просто ты ищешь да это понятно и каждый раз мы об этом говорим и с тобой и Слава и другие ребята все кто возмущается кто спокойно говорит у каждого своя реакция вот но смысл в том что в жизни тоже все говорят мы хотим хорошо жить но что-то живем в говне и сами нихуя при этом не делают смысл в том что нужна системность никто ничего не проверяет просто идут какие-то отдельные возмущения и угрозы что когда-то мы будем там снимать какие-то там гп гп там гп я хер его знает систему не особо любви мне вообще пофиг вот но за этим никто не следит вторая неделя пошла как об этом говорят и ничего не происходит пока ничего не будет происходить и не возникнет некой системности то что человек пришел например я сегодня смотрел и просто угорал у человека мета сокета нет который стоит 90-110 голды ну о чем вообще можно говорить какие там нафиг чарки ему что поможет чарка что ли одна там или две которые у него стоят дешевые или там если у него нет тупо мета сокета ему ему поможет фласка когда у него нет ни чарок ничего конечно не поможет вот смотри этот вопрос не контролирует этот вопрос тоже решаем просто смотри в чем вся загвоздка этим надо заниматься то есть вот когда я веду рейд я рассчитываю на что что в принципе ну я по факту в этой гильде кто я просто рейля сейчас за пять минут я заканчиваю сейчас нифига себе просто ты по факту замгрела ой замгм ну по факту я изначально сюда пришел просто своим статиком и вышло так что пришлось вводить двадцать пятку то есть если если я веду рт если я веду двадцать пятку я понимаю что это гильдия не моя по факту по факту если смотреть гильдия не моя то есть как было у меня допустим в моей гильдии на x3 в синглстрим у меня на каждой рт люди приходили я каждого вот у кого не знаю если кто-то новенький я его сразу осматривал я спрашивал у него какие профи мне линковались все профи я понимал что этот человек может из себя выжать здесь скажем так у меня таких прав нету полномочий в принципе они то есть я могу там осматривать могу разговаривать с людьми и так далее но опять-таки я считаю что вот когда это проговаривается сейчас подожди секунду что такое знаешь вот это и она сверху сжала я как прочитала меня аж в дрожь кинула я аж на кухню сейчас пойдем так вот фишка в чем можно же это все решить немножечко по-другому то есть это либо даются права на начисление гп и так далее либо вариант второй опять-таки посмотрим за тем как люди слушают в дисе это это говорилось на rt один раз это говорилось на rt второй раз это говорилось на rt третий раз соответственно в голове у людей должно было отложиться что бля они постоянно говорят про фласки постоянно говорят про чарки и про камни. Блядь, наверное, мне надо все-таки зачариться, загеймиться и так далее. А то вдруг какой-то злой дядя смотрит, меня обматерит, еще и ГП даст. Ты же рассчитываешь на адекватность людей, я понимаю, альтруизм. Я сетую на их адекватность, я очень надеюсь на это, но я понимаю, что с этим надо уже бороться немножечко по-другому. Мы постоянно ведем разговоры, ведем разговоры, ведем разговоры. Я немножечко устаю уже от этих разговоров. Я устал маленько перед каждым боссом напоминать на боссов тактику. Извините меня, контенту скоро 14 лет. 14 лет этому контенту. Видосов, гайдов блядь, полно. И посидеть, посмотреть видос, хотя бы чтобы было понимание. Я понимаю, что опыт, когда ты в игре, сам все это проходишь, это больше запоминается. Ну, хотя бы маломайское понимание способностей босса уже должно быть отложено у людей в голове. Не хотите вы видосы смотреть, блядь, откройте путеводитель по приключениям, откройте вы босса, почитайте их способность. Ну, не смотри, видики, вот я тебе сказал. Открой приключения, посмотри способность. Прекрасный РЛ. У меня вообще вопросов, никаких претензий не было. Просто я вижу, как многие люди, которые стараются, как ты говоришь, там, пласки, все такое, вот, по возможности, все это делают, как они на это реагируют. Вот. И лучше, наверное, потерять людей, которые на это не реагируют и не хотят в этом разбираться, чем в дальнейшем потерять людей, которые сами что-то делают и не хотят видеть рядом с собой там кучу вагонов. Вот. Я когда пришел, я только качнул персонажей, как бы не говорю, что там, фу, меня одели, и все, но мне помогли, я, как бы, чувствую некую ответственность. Но есть люди, я не буду ни в кого-то ехать пальцем, не люблю это дело. Но есть люди, вот я замечаю над ними, просто, ну, смешно становится. Они экономят, блядь, на одной вонючей фласке, потому что это никто не контролирует. И он ни один, ни два человека, понимаешь? Вот, как бы, я на это не буду никак реагировать, мне пофиг. Я схожу, ну, не получится пройти, будет КД, да мне насрать, я не люблю ПВЕ, в общем-то. Я хожу, в основном, вот, из-за людей, потому что меня это расслабляет, там, твой голос, например, приятно слушать, то, что он спокойный, нераздражительный, я сижу там, посмотрел ваш там рейд. Вот, Олег тоже, Слава. Все приятные, адекватные люди, вот. С пугами могу сходить, если там будет нормальный человек. Но, смысл-то в другом, что, как бы, нужно расти, потому что, видишь, некоторые люди там заходят, как доза. Он, в общем-то, говорил правильные вещи, но я первые там, две минуты его послушал, но когда услышал там, через слово, там, такие слова, нехорошие, вот, за которые, вот, в жизни я рядом с собой таких людей просто, ну, не терплю, и ему объясняю по-другому чуть-чуть. Так, ладно, ребята, извините, извините, я пойду, поговорим завтра. Давай, спасибо за разговор, счастливо. Спокойный. Спокойный. Ну, ребята, сейчас, Владу теперь не это самое, сейчас, секунду. мораль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, ты, возможно, начал с того, потом потерял мысль, что ты морально утомился, вот, за эти два дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok как получится. Ну, сейчас у меня нет прав на это, потому что нет удостоверения. Вот, я не имею права вести оперативную разыскную деятельность. Ну, в общем, я об этом все знаю, так как долго работал в этой отрасли. А на каком, если не секрет, я пять лет проработал в дочернем предприятии ПВО Алмаз-Антей? Ну, я именно в Москве, вот, но так это по всей России предприятие имеет свои заводы. На, там не был. Ну, вы, видимо, что-то броню там, да, что-то такое создаете. Бронежилет, а, снаряды. Ну, конечно, как обычно. Я служил. Я офицер. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...